Современное искусство, я думаю, это то, что еще не стало искусством, оно только собирается стать искусством. Это тот язык, который мы сейчас современные художники разрабатываем, на котором будут говорить последующие поколения. Я очень люблю определение, которое дал Белинский в свое время. Он сказал так, что искусство — это неопознанное созерцание истины или мышление в образах. Свою роль я вижу в современном искусстве тем, что я участвую в формировании его процесса именно на территории своей культурной родины. Новое и старое искусство связывает преемственность. И даже когда Маяковский говорил, что мы сбросим с корабля современности Пушкина, тем не менее он знал имена хотя бы, кого он сбрасывает, и в этом есть парадокс этого выражения. Любой протест является протестом против чего-то. Современная искусство всегда бунтарское, оно протестное по отношению к прошлому, соответственно, является его преемником. Без знания этого прошлого ты ничего нового не создашь. Поэтому новое как раз в противовес старое. Чтобы создать новое, надо знать хорошо старое. Поворот на моей творческой биографии, я считаю, сегодняшний день. Я получил эти прекрасные туфли от компании Bosco. И я считаю, это сапоги-скороходы в новую жизнь творческую. Они меня вдохновляют уже сейчас. Я прямо руки чешусь и скорее новую картину писать. Во-первых, мое рождение – это уже и поворот моего творчества. Я отношусь к творческому процессу, и кто на меня серьезно повлиял, конечно, мои родители. У меня папа очень талантливый и прекрасный художник, который живет в Париже. Мама моя была знаменитым, очень хорошим искусствоведом, но, к сожалению, она скончалась, когда мне было 13 лет. Это все были мотивы для моего существования как художника. С детства я помню, как меня мама водила в мастерские. Мы даже были у Алисы Ивановны Паретт. Ина рассказывала, как они общались с Хармсом. Я был маленький, ничего не понимал. Сейчас уже, когда раскрылся, я уже не был, я все знаю, оказывается, и вообще так круто. И был какой-то родственница Летатлина, я видел этот Летатлин, когда еще был маленький. Еще мы в студию Грекова ходили, я с макетом украл массу маленьких автоматиков. Это был мой грех, но я не мог с собой ничего сделать. Я был маленький, и все это производило невероятное ощущение. Потом пошло-поехало, все на меня впечатляло. Например, натюрморт Машкова хлеба. Я купил в свое время, наименование хлебобулочных изделий было небольшим, в районе 15. Батон нарезной за 22, поленица, калачи, булочка за 3 копейки знаменитая, батон с изюмом и так далее. Я их всех купил, это было недорого, самый дешевый был хлеб. Что батон? Орловский, Бородинский и всех их гвоздями прибил к стене. Тогда у меня мама уже не была, у меня жил с дядей моим, он испугался и позвонил в милицию. Ко мне пришел оперативник и свел со мной работу. Я поставил на учет в милицию, заставил меня милиционер снять все это со стены. Но это меня не сломало, это, наоборот, мне сожгло. Творческий порыв для дальнейшей деятельности. Меня же выгнали за живопись из училища, мой преподаватель живописи выгнал меня прям с урока. Я не мог остановиться, я вот так брызгами писал модель. Потом же был период, когда человек себя ищет ищет среду, в которой он будет интеллектуальную, то есть был некий интеллектуальный вакуум и провокация с моей стороны, потому что я не находил интеллектуального сопротивления. Хотя бы с кем бы я все время со стенами разговаривал, бил их все время. И наконец я попадаю, знакомясь с Толиком Журавлем, попадаю в детский сад, вижу Колю Филатову, Ройтера Андрюшу, потом вдруг к ней через них с Тимуром Новиком, Гариком Асой, и все, и жизнь изменилась, и я понял, что вообще мир другой. И тут я наконец нашел, то есть я был запрограммирован как современный художник с самого начала какой-то там матрицей. на самом деле захватывает очень много всего, поэтому я не смотрю телевизор. Вообще, потому что это у меня взрыв мозга получается. Потому что я вижу такие вещи, которые просто не знаю, как это, это сильнее, чем искусство. Слава богу, я не видел, как там с птицами кто-то летал везде. Я просто бросил бы искусство, потому что это настолько сильно. Сильнее, чем все акции знаменитые наши, даже павленского нашего несчастного, измученного тюрьмами в Франции. В контексте мирового арт-процесса русское искусство приблизительно такое же, как для России, такой культурный феномен, как пинап. Вот приблизительно так же и русское искусство по отношению. Никак. Для русского человека слово пинап, как жанр искусства, который ни о чем не говорит, но это существует. То же самое и русское искусство по отношению к мировому процессу. Это что-то есть, но что это, никто ничего не понимает. И поймет, поймет ли. Поскольку была установка у нас, как бы, семейственность некая, поэтому я, естественно, изобразил свою семью. И после своей путешествия, у меня была резиденция в Италии, я увидел эпохи Ренессанса, каменные всякие рельефы изображений, мозаики и интарсии, которые меня очень сильно впечатлили. Для меня возникает образ женщины-хранительницы, потому что всегда рядом с крупными художниками всегда были, как бы, некие охранные зоны, там, в виде, там, не знаю, разных мус и так далее, без которых невозможна жизнь, представьте, жизнь художника. То есть ему нужна какая-то охранная зона, потому что она абсолютно открыт для космоса, и это очень травматично. То есть многие погибают, на самом деле. И поэтому, в данном случае, это как бы моя жена Люда, она является для меня такой охранной зоной. Я ее изобразил с детьми, которые тоже являются моей охранной зоной. Сложно сказать, это все, это человечество. Поэтому вот изображена хранительница космотонов. То есть если у Малевича были архитектоны, я создаю космотоны, жилище в космосе. Потому что мы никогда не найдем, кто бы не говорил, планету, где все было бы так же, как на Земле. То есть атмосфера, там, теплота и так далее. Ну, космос разный, как все, весь мир разный, мы ничего не найдем. Мы только можем создать. И вот эти вот структуры, даже, в принципе, нам проще, скорее всего, создать вот эти, типа, как МКС, как бы блуждающие города в космическом пространстве, чем осваивать какую-то планету. Ну, то есть туда можно пролетать, брать какие-то ископаемые. Но, в принципе, существование комфортное. Можем себе устроить, как я понимаю, только… Ну, и поэтому должна быть тоже хранитель какой-то этого всего дела. И в данном случае некое такое космическое божество, там, которое у меня преломляется через призму разных традиций, там, и христианских, и всяких дохристианских. Первая религия была, как бы, матриархат. Вот эти знаменитые Венеры такие, которые мы считаем, как бы первое изображение, которое создал человек на Земле. Вот. И постепенно, как все это менялось, и вот эта тема матери Земли, которую мы должны взять с собой в космос. И вот эта вот хранится, как бы, в виде женщины, и женщина хранится и конкретно, и семьи, и семьи, как семья человечества, как я воспринимаю, что семья – это есть человечество. Вот. И каждый из нас за ответственен за все человечество, поэтому… Ну, как мини-модель – это семья. То есть, если ты способен ответственно относиться к своей семье, соответственно, ты способен быть ответственным за все человечество. Поскольку я там с детства был лишен отца, с тринадцати лет – матери, поэтому семья для меня – это было нечто такое, как бы, розовой мечтой все время. Но, естественно, это не могло быть волонтарически, как бы, так сделано. Должна быть определенная, для этого была создана там мистическая и физическая практика какая-то. И вот, потому что семья создаются действительно вот на небесах, это какое-то знамение, это все не просто так. И поэтому это значение космического характера. Поэтому человек сам себе, вот так вот, решив, это создать не может. Потому что, как многие там считали, что вот заведу семью и так далее, жизнь изменится. Пока ты сам свою жизнь не изменишь, пока ты там не соединишься с космосом и с информационным пространством Земли, то такие вот глобальные события в твоей жизни происходить не будут. Их надо, как бы, создавать через тонкие миры. Ну, это естественный порыв интеллектуальной деятельности. Это есть высшее предназначение. Ну, как высшее предназначение? Это предназначение, как бы, свыше. Вот так, не высшее, а свыше. Потому что мы все стремимся к организации. И, как бы, и одновременно к организации, и к хаосу. Ну, это сложный философский вопрос. Но, по крайней мере, мы развиваемся внутри культурного сообщества, то есть развиваем идеи и мысли между собой. И это, как бы, интеллектуальная зона, которая определяет сообщество, оно является, как бы, благодатной почвой для возникновения, как бы, вот, новых идей. Потому что без чего-то нового человеку очень трудно. Он все время стремится к чему-то новому, вот, к обновлению. Это обновление может только находиться внутри сообщества. Потому что без сообщества, ну, Сократ вообще сказал, что зачем мне свобода? Моя свобода — это смерть. Дело в том, что, как любое откровение, для человека нужен какой-то порыв и посыл. То есть человек просто так на выставку не пойдет. Вот просто так. Он будет телевизор смотреть, и все, это будет достаточно. Если человек уже пошел на выставку, значит, он уже подготовлен. То есть я считаю, что вот дорога на выставку — это есть уже подготовка. Там очередь, билеты он за это заплатил, он что-то увидел. Негодование — это тоже приближает. То есть я не видел ни одного человека, который бы сказал, вот, я пришел на выставку и больше ходить не буду на выставке. Не видел. Те, которые ходили на какие-нибудь концерты или театры, видел. Я сам такое. Но выставка — это всегда что-то такое, что человека интригует. И для зрителя всегда сюрприз, это всегда как бы неожиданность. И он к этому стремится. И я думаю, что если человек уже принял решение идти на выставку, это уже его подготовка на самом деле. Вообще, что такое современный художник? Это тот, кто интеллектуализирует капитал. В этом есть проблема. Проблема социальная. Потому что художник, если он создает что-то такое для продажи, он обслуживает элитное общество. А остальное, получается, общество обделено искусством. Или там спринт, или суррогат какой-то. И поэтому этот левый дискурс очень развит. И поэтому те, у кого нет денег, ходят смотреть в музей. Но пока искусство доберется до музея, то есть актуальное искусство. То есть человек изначально лишен широкого лишения понимания, что такое современное искусство. И поэтому это всегда очень тяжелый и долгий путь. Но элиты, многие думают, что вот их элитарность – это деньги. Но когда в какой-то момент количество денег, и все равно, какого у тебя количества денег не было, тебя в интеллектуальные элиты, тебя все равно не пустят туда. То есть тебе надо что-то еще иметь для этого специальное, для того, чтобы проникнуть в бизнес элиты коммерческие, ну там, не знаю, людей с денежными, как бы с крупными деньгами, для того, чтобы тебе крутить свои дела. Тебе нужно иметь что-то помимо денег. Потому что деньги, их Господь не создавал. То есть это чистая придумка человека, они ничего не значат, на самом деле. Но искусство – это то, что определено необходимостью для человека. Это его отличает от всего другого мира. Иррациональная деятельность, которая воплощается в материал через произведение искусства. Если ты это понимаешь и начинаешь тратить на это деньги, то человек уже другого уровня восприятия мира, и с тобой можно иметь дело.